У нас сегодня новый герой. Я хочу запустить строительную компанию. У меня в строительстве большой опыт. То, что ты сейчас делаешь, это можно сравнить с хейдмейдом. Со старта думал, что так будет легко и просто. Можно это вслух произносить? Шокировать общественность. Женщине надо помолчать, когда речь идет о стройке. А не дай бог, ты зайдешь к такому заказчику, как я, так ты мне еще должен останешься. Я ожидал больше. Денег нет, но задницы вмыли. Тебе проще пойти просто на работу прорабом устроиться. Но мне кажется, что я ее почти до крови била. Ну, это бизнес. Хотим тебе указать на несколько иной путь с точки зрения бизнеса как такового. Ну что, всем привет. Я обещала, что формат будет становиться более горячим и острым. Ну, в общем, держу свое обещание. У нас сегодня новый герой и, конечно, конечно, мужчина. Поэтому я уже почти с придыханием говорю. И, конечно, отдельная благодарность нашим девочкам. Девочки, история такая, что аудитория нашего канала значительно поменялась благодаря вам. И уже на сегодняшний день 54 процента аудитории составляет девочки, а остальная часть это мужчины. И все мужчины, которые приходят к нам в числе участников, в том числе, говорят, это меня любимая подсадила. Вот что значит умные, мудрые женщины. Молодцы, умницы. Сегодня у нас новый герой, как я уже сказала. Его зовут Ярослав. И он решил заняться ремонтами. Такой мужской совершенно темой. Мне кажется, ниша достаточно востребованная. Но в ней есть очень много но. Поэтому сегодня мы разберем с Сергеем наш первый кейс, нашу первую встречу о том, как видит себе этот бизнес-проект Ярослав, что он уже сделал, что у него есть и как, собственно, видим его мы. И сейчас мы решили достаточно жестко встать в позицию тех людей, которые будут настаивать на том, чтобы вы не просто смотрели и наши участники не просто смотрели и слушали, а начинали делать именно то, что мы говорим. Потому что устали играть в театр абсурда и наблюдать за тем, как вы сами садитесь в свою лодку с пробойной и почему-то заставляете нас делать вид, что нет никакой пробоины и вы можете достичь своей цели. Ни-фи-га. Так что сегодня у нас будет все по-взрослому и по-серьезному. Смотрим, знакомимся и обязательно-обязательно пишем свои комментарии, потому что они самые ценные для наших участников. Так, привет, Ярослав! Новый герой! Мужчина! О, кстати, ты мужчина! А ты не сразу заметил. Это же редкость такая. Говорят, мужчины боятся приходить к Ермиловой. Значит смелый мужчина Ты смелый мужчина Я почему-то вспомнила английский язык Это после Оли Миняйла, наверное Воздействует на меня Так, с чем пожаловал? Рассказывай Пожаловал я Получается, я хочу запустить Строительную компанию Попробовал с августа этого года Почему ты вдруг решил Сделать строительную компанию Строительная компания, я понимаю, что ты делаешь ремонты Правильно? А то сейчас дома пойдут У него написано на сайте Что он и дома может строить Так, давай вот эту историю С чего вдруг ты решил строить дома? Ты был строителем, ты работал в какой-то компании У тебя был большой опыт Ты любил это делать и смотрел все видео на ютюбе И делал домики из спичечных коробков Это была твоя мечта Почему строительство? Почему? И чем ты занимался до? До мы с супругой То есть занимались Консалтер Сейчас тоже ведем Есть сеть парикмахерских Где-то я 5 лет этим занимался Ты занимался консалтингом Можно сказать Просто управленец Управленец Это как наемные сотрудники? На процентах На процентах Вы занимались этим 5 лет Сейчас вы продолжаете Сейчас это занимается Супруга занимается Почему ты решил вообще этим заняться строительством? Да, вот все в консалтинге замечательно И тут вдруг Что? Тут вдруг Начал делать ремонт Дома? Да, плюс посмотрел, что в новострое Посмотрел, что везде делается ремонт И смотрю, везде все строится И хорошая ниша Ты начал делать ремонт как? Ты начал кого-то нанимать? Ребят, которые я сотрудничал Когда мы открывали Делали ремонт в парикмахерских Мы уже 5 лет с ними работаем Я их пригласил Под своим руководством Начал делать у себя И ты увидел, что прикольно получается И подумал, почему бы мы с этими ребятами Не делали кому-то другому ремонты Ну, то есть они делают Да, замечательно Идея как бы ясна Хорошо И что? Давай теперь дальше Первые шаги это как сайт Да, фейсбук Размещение на страницах Или на порталах, где объявление недвижимости Сделаем ремонт, построим дом Бла-бла-бла Конкурентная ниша Миллиард предложений Чем ты начал конкурировать и выделяться? Я еще не договорился Да, извини Я поконкретнее так Начал прозванить брокеров Чтобы по поводу партнерства Плюс писать письма дизайнерам Плюс ходить по новостроям То есть договариваться с консержками Ну, эффекта не дал А чем мы выделяемся? Ну, пока, наверное, ничем Ну, просто сам факт Смотри, ты придумал, почему я задала этот вопрос У тебя есть услуга С одной стороны, очень востребованная С другой стороны, страшно конкурентная Тема такая очень прикольная Когда тебе нужен ремонт Ты не можешь найти себе бригаду Это беда При том, что все вокруг делают ремонт Только ты с кем-то начинаешь связываться Ты получаешь чмошника Алкаш Либо взяли деньги Либо потом бригада начинает на тебя наезжать У нас, кстати, Сергей Либо если они нормальные То они говорят У нас сейчас на полгода вперед Все загружено работой Через полгодика мы можем Остальным очень страшно Особенно тут вопрос стоимости ремонта Потому что, например, мы делали У нас были очень дорогие материалы И вопрос был очень высок Потому что была не тема Заплатить им или не заплатить А тема того, что плитку Которая стоит энное количество евро Просто страшно дать в руки Потому что завтра ребята пришли Побелили, мы знаем этот прикол Потом они ушли на какой-то другой объект Они исчезли Все твои вот эти стоят вещи То есть тема очень и очень болезненная Вот, для людей И поэтому тут, да Ты пошел, начал что-то кому-то делать Хаотично, непонятно, что ты им предлагал Говорил, просто делаем ремонт Или говорил, мы классно делаем ремонт Мы дорого делаем, дешево делаем Ну, именно когда сами Звонки были клиенту То есть первое изначально Что я говорил Вопрос, как всегда, стандартный Стоимость одного квадратного ремонта Я озвучил Да Вот Я озвучил три с половиной От трех с половиной гривен Это где-то от ста евро Вот Ну, я так понимаю, что Звонили те люди, которые Рассчитывают на две На тысячу восемьдесят Для них это было дорого Дорого, да Ну, понимаю Как я сейчас объекты веду И, допустим, у себя делаю То это нормальная То есть качественная Стоимость ремонта А как ты им объяснял? Ну, потому что действительно Стоимость квадратного метра Для каждого Ну, цена, да Очень разная Во-первых Человек должен понимать Что это включает И кому-то это попросту не нужно Потому что у него плитка стоит Там, десять долларов Квадратный метр Может дешевле даже Я не знаю Не, ну, укладка плитки Она везде стандартно идет Допустим, фиксированная цена Ну, я тебе скажу так Что это неправда Потому что Когда мы кладем Дорогую плитку Плиточник берет Совершенно другие деньги И мы готовы платить Другие деньги Потому что мы Дешевого плиточника Боимся нанимать Боимся Потому что, ну, например У нас в детском санузле Можно это вслух Спроизносить? Как ты считаешь? Или не надо Шокировать общественность? Ну, шокируй А в детском санузле У нас стоимость плитки 15 тысяч евро С одного квадратного метра Или в общем? В общем В общем, ну, там их немного Ну, метров много Но она лежит Так, она 3D-шная И так далее И у нас Как ты понимаешь Когда плитка стоит 15 тысяч евро В детском санузле Вопрос стоит только один Где найти плиточника Готова взять ответственность И не испоганить эту плитку Как минимум Уже не важно Сколько ему платить Потому что Когда ты плиточнику Говоришь степень ответственности Он, в принципе, понимает Что подстанок может пойти Который там стоит Да, этот Плиточник Плиточник И у нас были, например Проблемы с этим То есть Находить таких ребят Мы ждали тоже Подстанок ушло Да То есть И тут момент именно того Что Когда мы находим Неправильную ЦА Для которой, в принципе Цена является Да Конкурентное предложение Это стоимость Ну, бесполезно им это продавать И говорить А мы делаем это лучше Мне кажется, проблема не в этом Вот смотри Я твою анкету смотрел И когда мы с тобой общались Тоже раньше Я просто хочу, чтобы зрители видели Да Что в семье прессинг Женщине надо помолчать Когда речь идет о стройке Тортик принесите, пожалуйста Чизкейк Вот Ну, все-таки у меня в строительстве Большой опыт Я занимался Больше 10 лет В строительстве И я был Строил большие торговые центры Строил Офисные центры Жилые дома То есть Я выступал как заказчик И как застройщик В одном лице Мы покупали землю Делали проект Строили этот объект Продавали Людям В долях И так далее Разные Разные были истории И Ну, что я хочу сказать Вот твоя бизнес-модель Смотри Она достаточно такая Неприхотливая Да, очень простая То есть Ты находишь Ты как себе придумал Ты находишь Какого-то клиента И есть какая-то Ты ему делаешь смету В принципе Получается Что у тебя Твой клиент Это Ну, квартира От 50 до 100 квадратных метров У тебя есть люди Которые Которых ты нанимаешь По сути Ты как бы здесь Ну, есть бригады какие-то Есть люди Которые работают Не у тебя на зарплате Они Сделщики То есть Ты их тоже сдельно нанимаешь Ты клиенту Какую-то цену называешь Да За стоимость работ И нанимаешь Других людей Которым тоже платишь Сдельно Что получается Ты как сказал То есть В принципе Ну, например Стоит там Условно говоря Метр плитки Положить там 100 рублей Да Я к примеру Условно беру Значит Ты 100 рублей Платишь этому человеку С клиента берешь 100 рублей 100 рублей Платишь человек Он тебе там 10 платит За то Что ты его продал Да Такая бизнес-модель Нет Модель Там идет От стоимости 10% Прорабских Вот Прорабских Кто тебе платит Клиент Клиент Да Вот смотри Получается тогда Ты когда разговариваешь С клиентом Ты ему называешь Стоимость И потом говоришь Я как бы За то что я прораб Да Мне еще 10% Заплатить Ну да Я типа всех найму В чем твоя Ну твоя ценность Понятно Для клиента У него меньше Он общается с одним человеком Да А не с толпой Ты следишь там за качеством И так далее Ты СМИ Это организатор свадьбы Организатор Да Вот как организатор свадьбы Но получается что Смотри Если ты Тебе Прорабские платят 10% клиент И сколько ты еще получаешь От рабочих 10 Еще 10 То есть 20% от СМИ Ты зарабатываешь Давай теперь считать Вот смотри Стоимость квартиры 100 квадратов квартира Да Это получается За 100 евро За квадрат 10 тысяч евро Твой заработок 2000 евро Для того чтобы Вот эту квартиру Найти Разговоры с клиентом Сам ремонт И так далее Это минимум Там 4 месяца Ну 4-6 Это минимум Да 4 6 это нормально А может на год растянуться Потому что клиента Деньги в какой-то момент Закончились И он приостановил Потом он что-то заказал Где-то там с границы Оно никак не едет Вы ждете Да И так далее То есть у вас это все идет С каким-то перерывами Это не то что ты зашел Вот пустое помещение Тебе Ну это идеальный случай Когда пустое помещение Есть все стройматериалы Вы зашли там И за 3 месяца сделали ремонт Но это Очень Очень редкий В таких случаях И получается Что у тебя цикл сделки Полгода А заработок 2000 евро Ну это бизнес Как ты сам считаешь Я считаю Ну на данный момент Я думаю Что да Для начала Для старта Тогда Дальнейшего В развитии Ну я тебе скажу Что Ну изначально Вот то что у тебя нету клиентов Сегодня Ну их мало Да Тебе их кто-то помог найти То есть я так понимаю Что у тебя есть несколько клиентов Который тебе дал Твой товарищ С которым ты сотрудничал Чьи бригады И так далее И ты тренируешься Пока немножко На этом Вот Я тебе просто говорю Как человек Который в этом Много лет Пробыл Это вот Хендмейд Это вот То что ты сейчас делаешь Это можно сравнить С хендмейдом Если ты берешь И Ну вот например Вещь шьешь Там дома на машинке А ты этим не заработаешь Ты можешь заработать Только тогда Когда у тебя промышленное производство Друзья Скоро Новый год И все девочки Приличные Будут начинать Новый год С чего? Правильно С пленера И я сегодня хочу показать Свой вот такой Классный Обалденный пленер Который делает Моя подруга У меня есть подруга Зовут ее Ира Колесник И вот буквально недавно Я два раза выступала На закрытых встречах Ее бизнес-клуба Который Смотрите Как называется Красиво Леди Босс Причем Заметьте Это наклейка Я хотела показать Она делает Очень классные блокноты Это не основной Ее бизнес Но я просто Сегодня Без всяких Просьб И напоминаний Захотела вам это показать Потому что Это просто потрясающий Ежедневник Для настоящей девушки В котором Куча всяких Наклейчик Открыточек Кстати Ира их тоже Производит Сама Я с ней Работала Когда у меня был Цветочный магазин Ее открыточки Везде продавались Посмотрите Какая красота Мне кажется Что Я кстати Посмотрела У нее Очень Всякие Красивые Листочки Здесь Прописаны Посмотрите И со временем И понедельки Все планировать И как хотите В общем Я хочу вам Просто показать Потому что Я знаю Что все девчонки Начинают искать Себе Перед Новым годом Новый Вот такой Красивый Пленер И я хочу Вам показать Что такие Штуки Можно себе Заказывать Я оставлю Вам ссылку Я надеюсь Что их Можно заказать Может быть Ира сделала Его специально Для меня Но тогда Придется делать И для вас И Также Сказать о том Что сегодня Очень популярна Тема Различных Сообществ Клубов И вот Ирочка Создала Именно Сообщество Такое Леди Босс Для девочек Где Они собираются Регулярно Проходят встречи Выступают Интересные Девочки Все девочки Владелицы Бизнесов Тоже Оставлю ссылку Обязательно Познакомьтесь И вообще Познакомьтесь С Ирой Потому что Это такой Потрясающий Человек У нее Сейчас есть Совсем Такой Неженский Бизнес Она Занимается Продажами Оптом Различных Продуктов Какие-то Рынки В общем Тоннами Все продает А начиналось Знаете С чего Правильно Со свадеб Потому что Познакомились Мы с Ирой По-моему Лет 8 назад На курсах Координаторов Куда она Пришла Поэтому Как говорится Пути Они неисповедимы Радуйте себя Смотрите На прикольные Бизнес-идеи Знакомьтесь Потому что Это очень важно И не забывайте Что Самое ценное В нашей жизни Это дружба Поэтому Дружить Мы Подрядчиков Да Он налажал Сегодня С плиткой Завтра Еще С чем-то И ты Это перекрываешь Вот этих Своих денег То есть У меня На свадьбе Всегда Был бюджет От 500 До 2000 Долларов Левых Незапланированных Которые У меня Частенько Вылазили В день свадьбы Потому что Мне надо было Это перекрывать И я уже Не могла Пойти к клиенту И сказать Знаете У меня тут Вася Бывало Что кто-то Не пришел И мне надо Было Менять Мне надо было Кого-то Дороже Покупать Бывало Что просто Налажали В чем-то И мне нужно Было Это перекрыть Бывало Что мне надо Было Просто вернуть Деньги К клиенту Разные Абсолютные Истории Были Ну вот У Лены Был там Потоп Например Когда Что-то Не так Сделал Сантехник Пошел Потоп Поднялся Пол И ламинат Надо было Поменять Ей это стоило 2000 долларов Она говорит Мне было Гораздо Проще Со своего Кармана Это закрыть Чем жить Во всем И там Г Ну и так Далее И когда У тебя Это просто Я говорю Когда у тебя Приходы Вот такие То в принципе Периодически У тебя еще Н сумма Денег Будет вылетать На вот такие Штуки Я знаю Про эти Вот То есть у тебя Уже Вот Мы тебе Просто В данном Случае Убиваем Бизнес Модель И показываем Что она Как тебе сказать Так многие Работают Это правда И люди Вообще По разным Работают Но Если ты Пришел к нам Ты же пришел К нам За нашим Мнением И видением Да Мнением И советованием Вот То соответственно Мы Даем тебе Хотим тебе Указать На несколько Иной Путь Который По нашему Видению Гораздо Более Перспективной И правильной С точки зрения Бизнеса Как такового Потому что Вот это Не бизнес Это Хендмейт Там Заработал Там Не заработал Тебе Проще Пойти Просто На работу Прорабом Устроиться К кому-то По крайней мере Ты все время Будешь иметь Зарплату Это Не твои Проблемы Подработку Это все Будут Не твои Проблемы Тебе Не надо Искать Клиентов И так Далее Но Ты Смотри Выглядишь Как посредник По сути Ты посредник Он тебе за посредничество Платит 10% И как бы Будь счастлив Ты за эти Составляешь сметы Ведешь Переговоры Ездишь Закупаешь 300 раз Встречаешь Отвечаешь За то что Вася положил криво Доказываешь Что это ровно Это очень мало Денег За ту работу Которую ты Делаешь Очень мало И в ремонте Клиент всегда Недоволен Это как бы Ну просто априори Правда? Ну как правило Всегда Часто Ну сложно Сделать так Ну по крайней мере Чтобы клиент Был доволен Наверное Ценник должен быть Раза в два выше Для того чтобы Сделать просто круче Вот А когда клиент Хочет все таки Более бюджетно Естественно Он Ну это Не дотягивает Как бы Уровень Качество И все такое Подожди Ты в ремонте Отвечаешь за все Давай начнем с этого Кривая стена Это твои проблемы Не так поставили батарею Изначально При планировке Твои проблемы В результате что получается Ну еще какой затык получается Например Клиент Очень часто Что я говорил У клиента По каким-то причинам Останавливается Клиент останавливает ремонт По разным причинам Кончилось финансирование У него сейчас Какие-то стройматериалы нету Ждет чего-то Там и так далее Что вам делать В этот момент Естественно Вы параллельно Берете несколько объектов Вот И что получается Например Я тебя нанимаю Ты ко мне приходишь А у тебя там клиент У которого приостановился ремонт Ты ко мне приходишь Начинаешь у меня работать Только развез грязь везде Поломал И тут тот клиент Тебе звонит Говорит Мне плитку привезли Срочно давай Ты бросаешь Потому что ты знаешь Что я уже никуда не денусь Ты бежишь туда Доделываешь Я в истерике Тебе звоню Ты говоришь Сейчас-сейчас Он заболел Ты начинаешь меня кормить Какими-то историями Там доделываешь У того В этот момент Открываешь книгу С историями прораба Я недоволен Естественно Потом ты возвращаешься Опять у меня доделаешь Потом тебе еще Какой-то клиент Который там Замерз полгода назад И теперь вдруг он ожил И говорит Давай доделывай И вот эти истории У прорабов Таких как ты Они постоянны И они постоянно без денег Они постоянно в истерике Все Правда Задница всегда в мыле Денег нет Но задница в мыле Это вот Это та история Которая переживала Вообще Картина современного предпринимателя У меня столько дел Столько дел Ой нет Сто долларов у меня нет А вы что Это дорого Это кошмар Вот Поэтому Смотри Для того чтобы Для того чтобы Реально зарабатывать Деньги в строительстве Нужны объемы Вот Я пока строил Я начинал строительство Со зданий Которые там 200 От 200 квадратов Я не понимал Ну вроде строю магазин 200 квадратов Магазинчик А денег вообще нету И потом Когда только мы взяли Объект 500 метров Потом тысячу И потом уже Несколько тысяч Стали строить Вот там пошли деньги От 1000 квадратов Когда ты берешь И то когда ты Застройщик В одном лице Это все Тогда ты зарабатываешь Можно зарабатывать И просто На строительных работах Но должен быть объем И ты людям уже Платишь тогда Другие деньги Ты их держишь На зарплате И они у тебя делают Другие объемы Потому что Ты ему даешь сразу Площадь 1000 квадратов И плиточник встал И он эту 1000 квадратов Там Молотит и молотит Он его Условно говоря За неделю делает Ну там условно А в квартире У него это ушло Три месяца Потому что там Другие вещи И тут ты зарабатываешь Но Тебя никто Не наймет Естественно Тебя никакая Строительная организация Серьезная Она не наймет И не скажет тебе Ярослав Вот тебе там Офисный центр Давай делай в нем ремонт И даже если наймет То ты не сделаешь Ну ты не справишься У тебя нет людей Ты не умеешь Управлять ими В таких количествах И так далее Не отлажены Бизнес-процессы Просто не сможешь И мы думали Тут Каким образом Что делать Что делать И Мы поняли Что Самое лучшее Что делать Это Когда ты Не можешь Сделать Нужно идти В сужение Нужно идти Нужно сужаться Нужно не делать Все Вот сейчас ты Как бы делаешь Типа все Полный комплекс Работ Да Дом могу построить Там От фундамента До Сдачи В эксплуатацию И Могу Ремонт Любой сделать И все виды Работ Делаю Зачем тебе делать Все виды Работ Вот смотри Например Есть там У нас Например Дома Кондиционеры Устанавливают люди Они У нас работали Два дня Первый раз Они один день Работали Они пришли Во время ремонта И заложили Все провода Все трубки Все они Заложили У нас дома Порядка Пять или шесть Кондиционеров Квартира большая Вот они все это установили И потом Когда уже ремонт Закончился И мы Заплатили за эти Кондиционеры Они привезли Кондиционеры И за один день За полдня Они все установили Вот у них было Два дня Они работали Отлично И заработали денег И они теперь Еще приезжают нам Каждый год Обслуживают И забирают Свои деньги Вот Отличная тема Я тебе предлагаю Выбрать какую-то Узкую тему В ней хорошо прокачаться Нанять самому Во-первых Самому И какого-то Можно помощника Ну для начала Можно какого-то Взять помощника Который даже не на зарплате А которого Фрилансеры Можно несколько Фрилансеров иметь Которые специалисты Тоже в этой теме Ты его просто вызываешь Когда тебе нужно Вы с ним вместе Приезжаете И вдвоем это делаете Много Очень много Узких работ Которые За счет того Что они узкоспециализированные Они могут стоить Нормальных денег Ты сразу берешь Объем Объемом Ты У тебя Скажем так Тебе не надо Это растягивать У тебя быстрый цикл сделки Быстрый цикл сделки Самое главное Моментально Ты приехал На подготовленное Сделал И уехал Ты можешь любые Объемы заявлять В идеале Ты это потом взял На обслуживание еще Понимаешь И людям например Даже тебя Гораздо Ну во первых Они гораздо больше Тобой довольны Потому что тебе Гораздо проще В чем-то одном Быть классным Ну подтянуть в этом Они тебя С гораздо большим Удовольствием рекомендуют Потому что каждый раз Когда меня спрашивают Можешь ли ты порекомендовать Бригаду Я не могу порекомендовать Бригаду Потому что у меня Есть нюансы Вот например Даже в этом помещении Мы делали ремонт Вначале у нас пришла Ремонтная бригада И мы остались Ими крайне недовольны Хотя я не знаю Кто толком навалял А потом пришел Дядечка Мы наняли потом прораба Который просто Прораба Да Вот он пришел И вот он все И вот дядечка Я осталась довольна То есть гораздо Вот эта тема Понимаешь Если говорить о бизнесе Об объемах О масштабах И о том Чтобы расти здесь И иметь постоянных клиентов Те вещи Которые очень важны И довольных клиентов То в данном случае Эта тема Гораздо круче Но ты должен быть Очень классным Очень В своей узкой нише Офигенно Но это гораздо проще Потому что Стать вот так вот Офигенным таким прорабом Ты не станешь Потому что всегда Эти люди Которых ты занимаешь Они у тебя всегда будут меняться Да Ты вроде как В них только в нем уверен Он там Ну нормальный Он нормальных денег хочет Или у него свои работы Или поехал за границу Да Или у него свои работы полно Да Или он уехал Да Куда-то шабашить В Европу То есть это сложно Вырасти нормально Что просто на зарплате Держать людей Ты не можешь Объемы Мы должны все равно понимать Что фактор работяг И их мышления Мы ничего не можем С этим поделать Они всегда будут работягами И мы не можем Никак на них повлиять И никак ими управлять То есть у меня Лично были случаи Вот в ближнем круге Ребят Которые там Типа Ну зашибись Какие классные И тут он вдруг Пишет У меня мать умерла Там та-та-та Ему там денег У них вот людей Человеческий фактор Он везде как бы ужасен Да Тут с операторами Один из тридцати Понимаешь Которые нормальные У которого никто не умер Вдруг срочно Как только объем работы Он понимает Он понимает Типа У тебя вообще очень сложная ниша Ну потому что это работяги Ну потому что это работяги И по крайней мере специализироваться в одном Это гораздо круче Мало того Мы вообще сейчас живем в век Все-таки Как ни крути Те люди которые платят деньги Они хотят узких специалистов Это по-прежнему знаешь В селе один доктор лечит все болезни А когда мы кого-то видим платежеспособного Я не хочу чтобы гинеколог лечил мне зубы Понимаешь? Или попробовал Поэтому мы ищем каждый раз того Кто классно решит мне эту проблему Пусть я дорого за это заплачу Но я буду в этом уверена И расти в этом с позиции предпринимательства И бизнеса Гораздо больше шансов Становиться не знаю там Монополистом первым, вторым, десятым Но быть спецом Когда говорят Слушай возьми этого чувака Он в этом точно рулит Это ну перспектив гораздо больше Мы тебе даем Мы уже придумали тебе задание заранее К следующей нашей встрече Ты готовишь три ниши Три ниши Которые ты вот в строительной теме Если ты строительством решил заниматься Первая ниша это та Которая тебе кажется Наиболее денежной с точки зрения Вот тебе кажется Что это более денежная ниша Вторая ниша Это та Которая тебе кажется Что проще всего продавать Меньше конкуренции Проще мне будет продать И третья ниша та Которая тебе больше по душе Вот три ниши ты готовишь И по каждой делаешь Небольшой такой на полстранички На страничку Такой маленький бизнес план Например сколько ты там Средний чек какой Может быть Сколько ты с него зарабатываешь То есть примерно прикинуть Заработок Сколько можно это продать Что тебе для этого понадобится Да Что тебе понадобится Сколько людей Насколько сложных И так далее Такой маленький Да то есть прикидка такая Это твои гипотезы на этот счет Это гипотезы Это гипотезы Да Сочинение на тему Вот И после этого После того как ты это проработаешь Мы встретимся Ты про это расскажешь И мы решим Куда двигаться дальше Я думаю что тебе В процессе вот этого задания Будет все Ну самому же понятно Куда двигаться дальше Вот Понимаешь И в этом случае Нам будет гораздо проще Сделать и твой маркетинг И продажу Она будет гораздо более целевая Гораздо более понятная Со всех точек зрения Она будет проще И скажем даже Если говорить о рекламе В интернете То нам будет это все равно Гораздо дешевле Ну потому что Мы не будем бомбить Вообще по всему То есть будет гораздо Точнее наш прицел И что самое интересное Он сможет дать тебе И большие объемы И все остальное Тоже гораздо быстрее Потому что то что сейчас Ты придумал Это всегда Маленький чек Потому что в любом случае Он маленький Это маленький чек И мало работы Ну все равно Понимаешь Надеяться на то Что ты сейчас зайдешь А не дай бог Ты зайдешь Такому заказчику Как я Так ты мне еще должен Останешься Ну понимаешь Потому что это войны Я вот уже поняла Я когда в этой теме была Ты себе даже не представляешь Какие сражения велись Потому что Ты например там посоветовал Или твой сантехник Посоветовал какую-то компанию А я по ценам ее проверила Как это было с моим дизайнером Такая Была неприятненькая ситуация Когда мой дизайнер Много уже проектов делала С компанией Которая поставляла сантехнику Да Немецкую там По-моему немецкая Там немецкая Итальянская Цифры были большие И вот представь себе Что мы делаем смету Большую Мы ее там утверждаем Ла-ла Я уже должна вносить деньги И тут Я иду по магазину По демосфере И там висит Как это Полотенцесушитель Мои мечты Я его вбила в эту смету И какой-то черт Меня дернул подойти И спросить Сколько он там стоит И мне называют цену Он там что-то стоил 1800 евро И мне называют цену На 200 евро Это еще без Я еще не торговалась Еще не открывала даже рот Мне называют цену На 200 евро меньше Чем в моей смете Со скидкой Я говорю Сереге Слушай какой-то глюк Я прихожу Я понимаю что есть нюансы Количество ячеек Я все это выписываю И даю своему менеджеру Говорю Прозвони Какой-то культ управления Очень много нюансов Я и говорю Иди узнай А вот так вот Навстречу приходит Мой дизайнер И как бы там Дядя Саша Которому мы условно Должны нести Деньги И она мне заносит И в итоге получается Что этот полотенцесушитель На 450 евро Мне предлагают дешевле Ну там уже со скидкой Со всеми делами Я говорю ему Стоп Пауза И начинаю проверять смету Знаешь какая была Разница в смете Ну я думаю Где-то процентов на 20 На 20 тысяч евро А Ну Я думаю что Те кто меня знают Могут Немножко догадаться Что происходило дальше То есть Это наверное Был такой момент Прочности Вообще проверки Моих отношений С моим дизайнером Потому что Она была не при делах Там не было ее денег Но мне кажется Что я ее почти До крови била Морально Потому что Ну Мне до сих пор Моя ситуация Это знаешь Такой камень преткновения После которого Мы стали сильно ближе Но Она и плакала И писала мне письма Мне стыдно сейчас за это Но для меня Как для человека Который зарабатывал Эти деньги А не брал у своего мужика И в этот момент Я была беременная Евой С животом Что я делала С этим чуваком Не описать словами То есть Понимаешь И дальше Вот эта вся картина Она Ну Это было все Очень ужасно То есть Я тебе говорю о том Что ремонт И вот эти вот Все нюансы Они Когда ты работаешь С крутым заказчиком Там просто Ай-яй-яй Творится Но это у меня Еще не было Таких сил Как были у моих Клиентов в свадьбах Которые могли Доставать пистолеты Вывозить в лес А я догадываюсь Что такое везде присутствует Я убивала только морально И физически Еще в лицо впивалась То есть Поэтому Тут Вот этот нюанс Работы с такими заказчиками Нужно очень четко понимать Кто с тобой рядом Если ты не можешь Нести ответственность А когда у тебя Это куча людей Ты не можешь За нее нести ответственность И все идет на тебя Нужно обезопаситься Каким-то образом В том числе Мы не думаем Об этом в начале Мы все мечтаем Классно было бы Чтобы у нас были Шикарные заказчики Но шикарные заказчики Это отдельный пипец Поэтому Когда ты работаешь Шикарным Тебе должно быть Знаешь Не придраться Ни в чем Поэтому вот Рекомендация Сергея Мы просто обсуждали Это Ну По нашему мнению Это самое оптимальное И понятное Учитывая конкурентность Это то, с чего ты можешь Начинать расти И сам как профессионал Ты же не профессионал В строительстве И тебе будет Очень гораздо проще Вырасти в какой-то Одной узкой нише Чем во всем Разбираться И все равно Ты например Когда ты строишь Опять же Когда ты делаешь ремонт И все эти спецработы Ты отдаешь Каким-то субподрядчикам Всегда И они основные деньги Зарабатывают Ты их привлекаешь Да, они тебе Какой-то процент дают Но основные деньги Берут они И что самое забавное Кстати в этом всем деле Процент будет выше То есть если ты например К примеру Ты решил заниматься Кондиционерами Там или еще чем-то Ты уже станешь В итоге продавать Эти кондиционеры Ты уже не просто устанавливаешь А ты зарабатываешь На материалах На их установке Конечно На обслуживании Если ты начнешь Много делать Ты можешь быть там Дилером Еще кем-то У тебя процент Будет гораздо выше Понимаешь Мало того И дороже ты можешь Стоить по рынку Твоя цена может быть дороже Тебе не надо Конкурировать по цене Потому что ты как спец Ты говоришь Ребят смотрите Полы конечно Вы можете у Васи Положить по 3 доллара метр Но если у вас завтра Что-то с полами случится Вам придется снять Весь пол Все капец А я беру за это ответственность Да у меня стоит Не 3 доллара А 10 Но Поверь мне Это очень важно Это очень важный момент Это даже Я тебе скажу Когда я делала свадьбу Например И цветы стоили На 30 процентов дороже Но я им говорила Вы можете прийти В зал А ваши цветы Все сдохли Это один день Тут на 30 процентов Дороже Но они точно будут стоять Потому что я знаю Откуда они привезены Я знаю Что с ними буду делать Я знаю Что над каждым цветком Прилагается еще девочка К каждому цветку Которая будет его опрыскивать Дышать на него Понимаешь А тут на всю жизнь Ну ты делаешь этот ремонт Там 10 лет Ты точно в этом доме живешь Минимум Поэтому вот моменты Для твоей маржинальности Для твоего качества И для того Чтобы всем этим Обстраиваться Они однозначно Маржин будет однозначно больше 100 процентов Однозначно будет больше Намного Несколько раз Но специализация В данном случае Когда ты где-то Вообще стартуешь В какой-то нише Нужно сузиться До максимума По максимуму сузиться И потом Только уже смотреть В какую сторону расширяться То ли в сторону Вот Расширения ассортимента То ли в сторону Просто объемов То есть ты можешь Да быть в узкой нише Но брать очень большие объемы В этой узкой нише Все Просто берешь Там целые объекты Целые огромные здания Их делаешь И тебе не надо Расширяться в ассортименте Да ты У тебя очень узкий ассортимент Но ты в нем офигенный У тебя лучший продукт Лучшая там установка Да Лучшее сопровождение Вот И ты лучше всех Рассказываешь Почему Тут же очень важно Когда в узкой нише Очень-очень сложно Ну вот Самое Вот я Как бы тебе даю Сейчас Наподумать Для того Чтобы свое УТП придумать По большому счету Очень мало людей Которые нормально Могут объяснить Помочь сделать Клиенту сделать выбор Ну например Ты устанавливаешь Кондиционеры И ты приходишь И говоришь Я вам установлю Кондиционеры Тошиба Говорю А почему Тошиба Ты говоришь Ну мы дилеры Тошибы Да Мы устанавливаем Тошибу Вот Я звоню там В Дайкин Говорю Да Они говорят У нас там На 20% дороже Чем Тошиба Почему Ну мы Дайкин Мы более премиальная У нас там Мы номер один В мире И так далее Вот И Если Это не аргумент Для клиента Я как клиент Да Все таки Почему Тошибы Литякин Те классные Кондиционеры Наверное И эти А есть еще китайские Которые вообще В 5 раз дешевле Чем Дайкин Например Да И я думаю Он 5 лет В принципе прослужит Потом я выкину Другой поставлю То есть масса вариантов Если ты как клиент Нормально Вернее Как подрядчик Который клиенту Нормально поможет Сделать этот выбор Пойми Ну сделать Правильный опрос Что для клиенту важно В связи с этим Подобрать им Правильное оборудование Правильно его сделать И классно И потом его сопровождать Они тебе поверь Будут тебя Рекомендовать всем И сопровождать И сарафанку у тебя будет И все что хочешь Это вот этот момент И я хочу тоже Важность донести Что очень важно Если вы что-то продаете Объяснять Разобраться самому Что вы продаете Почему это такое Это такое Сколько это стоит Потому что Разновидности миллион И чаще всего Мы встречаемся С одним и тем же ответом От которого мы с Сергеем Все время ржем Никогда этот ответ Не давай клиенту Ну это производители разные Просто разные Ну цены разные Ну это Германия А это Франция Класс Я добью Хороший Китай Да Это знаешь Магазин косметики Тоже когда заходишь Стоит миллиард этих коробочек И ты говоришь Мне нужен крем Они говорят Ну вот смотрите Она берет И говорит Так вот это крем увлажняющий И это увлажняющий А этот стоит 500 евро А этот стоит 50 Ну Ну Это же вот Шанель А это И что Ну и что А мне что нужно Ну по ценнику выбирайте То есть понимаешь Тупые Совершенно тупые Люди стоят И никак Ничего не могут понять И то ли дело Когда ты связываешься С профессионалом Я пришла Сушить волосы В салоне у Андрея И он продавал мне фен Понимаешь И рассказал мне И про турбодвигатель И про то Как мой волос реагирует И про то Какой процесс И как и очищение И ты уже сидишь Я первый раз вижу этот фен Я его страшно хочу Я понимаю Что он самый лучший в мире Причем я даже О других уже слышать не хочу То есть понимаешь Это очень важная Такая штука Чтобы хорошо продавать что-то Нужно в этом очень хорошо разбираться Когда ты хорошо разбираешься Люди тебя нормально покупают Поэтому просто надо стать профессионалом В чем-то одном Причем забавно то Что ты можешь продавать Даже все что угодно Это такая хитрость Да То есть даже самое худшее Условно Но ты об этом будешь так рассказывать Что они будут на фоне Ну не делай так пожалуйста никогда Но сам факт этого То есть это очень и очень крута опция Почему вы не уделяете ей внимания Сами не разбираясь Ну тут просто другой состав Другие Ну да Мы почему Daikin выбрали Просто потому что Daikin номер один И мы не хотели рисковать Нам никто не помог сделать выбор Может быть Тоши БББ Или какой-нибудь еще производитель Но это был момент принципиальности клиента Который платит большие деньги Я хочу лучшее И это лучшее вмещалось в голове По нашему бюджету Может если бы они стоили каждый по 10 тысяч евро Мы бы сказали Да нам лучшее не обязательно То есть тут вот понимаешь Есть как бы грани лучшего Потому что например Лучшую гардеробную Я не их захотела Лучшую гардеробную Мне посчитали за 180 тысяч евро Не-не 180 тысяч евро Это мне посчитали другую Там вот Я подумала Что как бы Стеночки Ну как-то нет То есть понимаешь Тут момент разный Но Есть огромная прослойка Средней Аудитории Которая бы купила тоже Daikin Или что-то дороже Чем они могут Но им не объяснили почему Понимаешь Потому что это очень круто Когда ты выявляешь потребность человека В чем-либо Зачем Как вот мне говорят Часто у вас полы электрические Водяные Я вообще понятия не имею Какие они у нас И не понимаю в них разницы Сергей этим рулил Но большинство людей И он счастлив Он понимает Что лучше Все равно быть не может Понимаешь Когда есть что-то лучше Ты все время Мозгами думаешь Где-то Ты сэкономил Купил там Ты сомневаешься Да в этом И потом ты живешь Всю жизнь А ремонт такая штука Это долго играющая вещь И он потом живет И все время смотрит Думает Блин Вот жалко Я сэкономил на этом В общем смотри Ты понял да Три ниши Ты записал какие Эти ниши Да записал Вот И в принципе Это самое главное И по каждой сделать Ты согласен с этим С тем вообще Что о чем мы поговорили Ты согласен Или у тебя есть возражения Какие-то Которые надо Ну ты можешь сказать Да Оля их разобьет сейчас А ты знаешь Ты можешь их Если С точки Допустим Вашего опыта Я согласен То есть Просто В том Что я пошел туда Ну надеюсь В том Что есть бригада Да То есть там Их Ну человек Там 30 Вот Со старта Думал Что так будет Легко и просто Ну Я понял Что и С общениями С вами И общением Тоже Допустим Прорабами Что Ну даже Мне Вот Там И С кем я сейчас Работал Он мне сбросил Сколько он получает Да Ну Я ожидал Большего И после этого Я как Чуть Ну как Думал Тоже Как и Вот Этот Процесс Более Как-то Прибыльно Наладить Смотри У нас Тот Процесс Которым Ты пришел Его не наладишь Более У нас Есть Сейчас Отличный Опыт И мы С Сергеем Решили Новый С которого Мы решили Придерживаться Это У нас Есть Участники Шоу Которые Нас Слушают И те Которые Не Слушают И вот Те Которые Не Слушают И мы С этим Соглашаемся Киваем Головой Света Не надо Открывать Тебе Магазин В торговом Центре Света Открыла Мы Поверили Хотелось Нам поверить Но у Светы Полный В принципе Как мы Ей говорили Понимаешь И каждый раз Мы себя чувствуем С Сергеем Сейчас Какими-то Ну Дураками Потому что Вы к нам Приходите Вы хотите Результата Вы делаете По-своему Какой результат Поэтому мы Отныне Вот эти вещи Не придерживаем Хотите Топитесь Мы в это Не играем Ну Мы в это Не играем Наблюдать За тем Как вы Пришли Сделать Все Бэт Знаешь Я хочу Жрать Шоколадки И худеть Ну Так Не бывает Но я Все равно Буду Жрать Шоколадки А вы Сделайте Чтобы я Похудел Мы не Копперфильды Вот Мы Говорим Уже Исходя Из Опыта Своего И мы Видим Что мы К сожалению Не ошибаемся Пока Мы ни разу Не ошиблись Нам это Самим Мне нравится Но Поэтому Мы Не хотим Наблюдать За тем Мы не можем Тебе помочь Если ты будешь Делать то Что ты Решил Делать Мы предлагаем Тебе По крайней мере Взять этот опыт И несколько месяцев Ему посвятить Ну Я согласен Все Тогда мы ждем Твоего задания И у нас Будет Следующая Встреча Где мы Это Проговорим И у нас Кстати На следующую Встречу Будет Классный Эксперт И мы Обещали С ним Устроить Тебе жарут Ты как Насчет Жары Не против Да? Хорошо Было Очень Круто Были Очень Интересные Советы Я С ними Согласен Буду Прорабатывать Спасибо Вам До встречи Ну Что Вам Сказать Мне Лично Ярослав Понравился Посмотрим Что Будет В следующий Раз А как Я уже Сказала В следующий Раз У нас Будет Эксперт Которого Я Приготовила Так Что Обязательно Это Посмотрите Потому Что Будет На Что Посмотреть И Конечно Напишите Свои Выводы Своё Мнение В отношении Того А как Вам Кажется Насколько Грамотные Были Наши С Сергеем Рекомендации Какую Возможную Нишу Вы бы Порекомендовали Выбрать Ярославу Может быть У вас Уже Есть Какой-то Опыт А может Быть Вам Самому Сейчас Нужен Эксперт В каком-то Определенном Деле И вы скажете Ярослав Давай Быстрее Потому Что Я тут Строю Себе Торговый Центр 20 тысяч Квадратных Метров И Может Ты Как Раз Со своей Бригадой И Сделаешь Нам Все Why Not Не забывайте Друзья О том Что Нас Нужно Смотреть Мы Сейчас Очень Сильно Стараемся Выходить Два Раза В Неделю Мальчики Наши Прям Пыхтят Стараются Заводятся Для того Чтобы Вы Могли Лицезреть И Наслаждаться Не Забывайте Подписаться На Наш Канал Нажать На Колокольчик Потому Что Тогда Вы будете Смотреть Все Выпуски Вовремя Успевать Принимать Участие В розыгрыше Потому Что За Самые Классные Комментарии Мы Дарим Подарки В этот Раз Это Будет Опять Таки Книга Зажигалка Если Вы Еще По Какой Непонятной Мне Причине До Сих Пор Не Прочитали Не Зажглись Не Загорелись Ну По Крайней Мере В Переносном Смысле Этого Слова И Обязательно При этом Не забывайте Рассказывать О нас Своим Друзьям Потому Что Количество Наших Подписчиков Растет Количество Умных Людей Которые Уже Не Просто Ведутся На Красивые Речи А Понимают Что На самом Деле В бизнесе Ничего Простого Нет И Нужно Подключаться Думать Анализировать Смотреть На Опыт И Не Вестись На Различный Лоходром Которые То И Дело Нам Предлагают Давай Быстренько Открой Свою Онлайн Школу Рассказывай Как Вешенки Продавать И Будешь Загребать Деньги Лопатой Нифига Будешь Отдавать Как Дурак Деньги Кому-то А в Бизнесе Нужны Умные Люди В бизнесе Нужны Стратегии В бизнесе Неплохо Было бы Использовать Опыт Других Людей Поэтому Как Всегда Блокнот Ручка Пересматриваем Выпуск Берем Для себя Полезные Вещи Пишем Комменты Не забываем Подписаться На мой Инстаграм Потому что Кстати Я там Постоянно Даю Огромное Количество Контента Пишу Ночами Не сплю Но В остальном Все прекрасно И Кстати Хорошая Новость Я похудела На 5 Килограмм Так что Фудекс Вы же Помните Фудекс Оказалась Вполне Рабочей Компанией Так что Пока Я еще Не доела Эти 5 Килограмм Любуемся На мне В купальнике И Наслаждаемся Жизнью Все Друзья До скорой встречи Пока